Здравствуйте, лекция номер 15, тема сетевые службы. Сетевая почтовая служба или электронная почта – это распределенное приложение, главная функция которого является предоставлением пользователям сети возможности обмениваться электронными сообщениями. Как и все сетевые службы, электронная почта построена на архитектуре клиент-сервер. Почтовый клиент – это программа, предназначенная для поддержания пользовательского интерфейса, обычно графического, а также для представления пользователю широкого набора услуг по подготовке электронных сообщений. Число таких услуг входит в создание текста в различных форматах и котировках, сохранение, уничтожение, переадресация, сортировка писем по разным критериям. Почтовый сервер – выполняет прием сообщений от клиентов, для чего он постоянно находится в активном состоянии. Кроме того, он выполняет буферизацию сообщений, распределение поступивших сообщений по индивидуальным буферам. Почтовым ящикам клиентов – управляет объемом памяти, выделяемым клиентом, выполняет задачи. Почтовая служба оперирует электронными сообщениями, информационными структурами определенного стандартного формата. Упрощенно электронное сообщение может быть представлено в виде двух частей, одна из которых – заголовок, содержит вспомогательную информацию для почтовой службы, другая часть – тела сообщения – это, собственно, то письмо, которое предназначено для прочтения, прослушивания или просмотра адресата. Главными элементами заголовка являются адреса отправителей и получателей в виде Полина-собачка-домен.ком, где Полина – идентификатор пользователя почтовой службы, а домен.ком – имя домена, к которому относится этот пользователь. Протокол SMTP В качестве средств передачи сообщений почтовая служба использует стандартно разработанный специально для почтовых систем SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – простой протокол передачи почты. Как и в большинстве других протоколов прикладного уровня, SMTP реализуется несимметричными взаимодействующими частями. SMTP клиентам и SMTP серверам Важно отметить, что этот протокол ориентирован на передачу данных по направлению от клиента к серверу. Следовательно, SMTP клиент работает на стороне отправителя, а SMTP сервер – на стороне получателя. SMTP сервер должен постоянно быть в режиме подключения, ожидая запроса со стороны SMTP клиента. Логика работы протокола SMTP действительно является достаточно простой, как это и следует из его названия. После того, как, применяя графический интерфейс своего почтового клиента, пользователь щелкает на значке, инициирующем отправку сообщения. SMTP клиент посылает запрос на установление TCP-соединения на порт 25. Если сервер готов, то он посылает серверу адреса отправителя и получателя. Если имя получателя соответствует ожидаемому, то после получения адресов сервер дает согласие на установление TCP-соединения. И в рамках этого надежного логического канала происходит передача сообщений. Используя одно TCP-соединение, клиент может передать несколько сообщений, предваряя каждое из них указанием адресов отправителя и получателя. После завершения передачи TCP и SMTP-соединения разрываются. Если в начале сеанса связи SMTP-сервер оказался не готов, то он посылает соответствующие сообщения клиенту. В ответ тот снова посылает запрос, пытаясь снова установить соединение. Если сервер не может доставить сообщение, то он передает отчет об ошибке отправителю сообщений и разрывает соединение. После того, как передача сообщений благополучно заканчивается, переданное сообщение сохраняется в буфере на сервере. Тест-протокол версии 3 и интернет-месседж-акцесс-протокол. Пост-офис-протокол версии 3 – протокол почтового отделения. Стандартный интернет-протокол прикладного уровня, используемый клиентами электронной почты для получения почты с удаленного сервера по TCP-соединению. Пост-офис-протокол и интернет-месседж-акцесс-протокол – наиболее распространенные интернет-протоколы для извлечения почты. Практически все современные клиенты сервера электронной почты поддерживают оба стандарта. Протокол «Пост-офис-протокол» был разработан в нескольких версиях. Нынешним стандартом является третья версия. Большинство поставщиков услуг электронной почты, таких как «Хотмайл» и «Джимайл» также поддерживают интернет-месседж-акцесс-протокол и «Пост-офис-протокол». Оба этих протокола решают одну и ту же задачу – обеспечивают доступ пользователю-корреспондент, сохраняющийся на почтовом сервере. В связи с многопользовательским характером работы почтового сервера, оба протокола поддерживают аутентификацию пользователей на основе идентификаторов и паролей. Однако протоколы «Пост-офис-протокол» и «Интернет-месседж-акцесс-протокол» имеют принципиальные различия, важнейшие из которых состоит в следующем. Получая доступ к почтовому серверу по протоколу «Пост-офис-протокол», вы сохраняете адресованные вам сообщения в память своего компьютера. При этом на сервере не остается никакого следа от считанной вами почты. Если же доступ осуществляется по протоколу «Интернет-месседж-акцесс-протокол», то в памяти вашего компьютера передаются только копии сообщений, хранящихся на почтовом сервере. Сидевая веб-служба представляет собой распределенную программу, построенную в архитектуре клиент-сервер. Клиент-сервер и веб-служба взаимодействуют друг с другом по протоколу HTTP. Клиентская часть веб-службы или веб-клиент, называемая также браузером или агентом пользователя веб-службы, представляет собой приложение, которое устанавливается на компьютеры конечных пользователей и одной из важных функций которого является поддержание графического пользовательского интерфейса. Через этот интерфейс пользователь получает доступ к широкому набору услуг, главной из которых является веб-серфинг, включающий поиск и просмотр страниц, навигацию между просмотренными страницами, переход по закладкам. Веб-браузер – это не единственный вид клиента, который может обращаться к веб-серверу. Эту роль могут исполнять любые программы и устройства, поддерживающие протокол HTTP. Значительную часть своих функций браузер выполняет в тесной кооперации с веб-сервером. Как уже было сказано, клиент и сервер веб-службы связываются через сеть по протоколу HTTP. Это означает, что в клиентской части веб-службы присутствует клиентская часть HTTP, а серверная – серверная часть HTTP. Протокол HTTP – хапертекст, трансфер протокол. Протокол передачи гипертекста – это протокол прикладного уровня. Обмен сообщениями идет по обычной схеме – запрос-ответ. Клиент и сервер обмениваются текстовыми сообщениями стандартного формата, то есть каждое сообщение представляет собой нескольких строк обычного текста в кодировке ICI. Для транспортировки HTTP сообщений служит протокол TCP. При этом TCP-соединения могут использоваться двумя разными способами. Долговременное соединение – передача в одном TCP-соединении нескольких объектов, причем время существования соединения определяется при конфигурировании веб-службы. Кратковременное соединение – передача в рамках одного TCP-соединения только одного объекта. Протокол передачи файлов. До появления службы World Wide Web сетевая файловая служба на основе протокола FTP – файл-трансфер протокол. Протокол передачи файлов. Долгое время была самой популярной службой – доступ к удаленным данным в интернете и корпоративных IP-сетях. Протокол FTP позволяет целиком переместить файл с удаленного компьютера на локальный и наоборот. FTP также поддерживает несколько команд просмотра удаленного каталога и перемещение по каталогам удаленной файловой службы. Поэтому FTP особенно удобно использовать для доступа к тем файлам, данные которых нет смысла просматривать удаленно, а гораздо эффективнее целиком переместить на клиентский компьютер, например, файлы, исполняемых в модуле приложений. Продолжение следует... Продолжение следует...